Здравствуйте, мои хорошие! С вами Елена. Рад вас приветствовать! Сегодня у меня для вас, девочки, ошеломляющая маска. Простой домашней маски для увядающей кожи. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем вместе готовить и применять. После видео жду ваших отзывов, комментариев и пожеланий. Для приготовления маски нам понадобится 1 куриный белок. Яйцо должно быть комнатной температуры. Белок отделяем от желтка. И будем использовать белок для нашей чудесной маски. Также нам понадобится сметанка. Я беру 1 чайную ложку с горкой жирной сметаны. Или можно использовать жирный кефир. А также натуральный мед в количестве 1 чайной ложки. Вот этих 3 ингредиента нам понадобятся для приготовления нашей чудесной маски. Белок взбиваем в крепкую пену. Я буду взбивать при помощи миксера. Можно взбить при помощи вилочки. Белок я взбила в крепкую пену. И сейчас буду добавлять в белок сметанку. Сметана хорошо питает, смягчает и отбеливает. Выравнивает цвет. Укрепляет стенки сосудов. Способствует образованию новых клеток. А маски из сметаны подходят для любого типа кожи. И добавляю 1 чайную ложку натурального меда. Маски на основе меда помогают придать упругость и матовость жирной коже. И повысить тонус и эластичность увядающей. Если у вас имеется аллергия на мед, то вместо меда добавьте кусочек спелого банана. Измельченного в пюре при помощи вилки. Все ингредиенты тщательно перемешиваем при помощи лопаточки или кисточки до однородного состояния. Перед нанесением маски сделайте тест на аллергическую реакцию. Наносим маску на очищенную кожу лица, шеи и зонт декольте. Маска прекрасно помогает бороться с потерей упругости. Идеально подходит для возрастной кожи, возвращая ей молодость. Прекрасно питает, увлажняет кожу и борется с мелкими морщинками. Наносим на 20 минут. Лучше всего во время этой маски прилечь, не разговаривать. После чего смываем теплой водой и наносим ваш любимый уходовый крем. Делаем такую маску 2 раза в неделю в течение 1 месяца. Но уже после первого применения вы заметите на лице значительные улучшения. Кожа значительно напитается, увлажнится и подтянется. Мелкие морщинки разгладятся. У кого имеется пигментация на лице, можно в эту маску добавить 5 капель лимонного сока. Прошло 20 минут. Я смыла маску и наношу на лицо уходовый крем. Еще раз вам напоминаю, делаем маску 2 раза в неделю, курс 1 месяц. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан. Оставляйте ваши отзывы в комментариях. Делитесь вашими рецептами. Всем желаю молодости, красоты и здоровья. Счастья, мира и добра вам! С вами была ваша Елена. Всем пока-пока. Скоро вновь увидимся. Удачи! Люблю вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!